ВЕГА Я Никита Коновалов, чемпион мира по плаванию. Пришел в плавание через киберспорт в далеком 2000 году. Начинал параллельно и плавать, и играть. Игры начинали вливаться в нашу жизнь. Игры больше завлекли. Ушел в этот мир. Очень медленно развивался физически. Большую часть жизни посвятил играм. Но как ни крути, в дальнейшем в связи уже с образованием, то что по специальности я учился на тренера, мне пришлось вернуться в плавание. Тем самым начать тренироваться и немножко на игры подзабить. Потому что все-таки тренировки очень много времени отнимают. И пришлось добиться каких-то результатов, чтобы успевал по учебе в университете. Но, опять же, успех пришел быстро в плавании. Тем самым, как приходил больше успеха и легче получалось все в плавании, я больше стал уделять время и компьютерным играм. Со временем я вернулся к компьютерным играм именно на PC. А потом уже больше начал переходить именно на приставки. Ну, потому что все-таки на приставке немножко более удобно. В плане того, что в перерывах между тренировками более комфортно можешь находиться там в лежачем положении, отдыхать и играть. Ну и в то же время, как бы, не больше, как бы, играю в приставки, как бы, игр на прохождение. Но очень, как бы, люблю смотреть стримы, очень, ну, как бы, всяких чемпионатов и определенных игроков. В общем, как бы, в дальнейшем планирую, может быть, как-то связать свою жизнь с этим. Расскажи, как ты начал играть и что это было за игра, чем она тебя завлекла? Ну, первое, что я вообще, меня, так скажем, первый и раз, когда я сел за компьютер, это был пятый класс. Это примерно, наверное, 2000-й год. Так скажем, одноклассники повели в компьютерный клуб. И тогда самая, наверное, популярная игра была, это Counter-Strike 1-1. Она завлекла и с этого момента пошло, так скажем, провалы в учебе. Скажем так, пятый класс еще более-менее, шестой все хуже и хуже. Дальше и все было намного плачевнее, потому что в 10-11 классе я очень сильно пропускал учебу. И, так скажем, как только наступало там, то, что все утро, я открывался интернет-клуб. Я там 8-9 утра проплачивал полностью весь день и сидел весь день в компьютерном клубе. Ну, в основном, как бы, поначалу был Counter-Strike, но со временем вышел Warcraft и, как бы, больше в Warcraft перешел играть. Потому что понравилось более то, что игра, как бы, более динамичная, в плане того, что больше нужно контроля именно в этой игре. И больше, ну, больше, так скажем, стратегическая игра, как бы, располагает. То, что Counter-Strike, это немножко я играл, как бы, чисто, так скажем, отвлечься. А Warcraft уже мне именно сама, как номинация, больше нравилась. Ну, и нравилась, как вообще на мировой арене она выглядит. По Warcraft довольно часто, особенно в 2000-х годах, проводились небольшие турниры. Ты в них не участвовал? У меня тогда возможности не было выехать. Вот именно, что проблематично было и финансово, и то, что я своего даже компьютера не имел. Но наблюдал за чемпионатами. И бывало, что, как бы, на просторах Battle.net я встречался с мировыми звездами, как бы, европейскими. Ну, конечно, не всегда выигрывал, но было уже, как бы, приятно, что мне попадаются такие игроки, которые, ну, которые занимают места, там, на ВЦГ. И я уже гордился этим. Ну, вот, тем самым, как бы, именно вот это, ну, то, что нехватка финансов меня исподвигнула вернуться в плавание. То, что я понимал, что в плавании, хоть даже при слабых результатах я смогу зарабатывать деньги. Тем самым, как бы, и, может быть, как-то себя начну уже продвигать, там, ну, появится возможность приобрести компьютер и так далее. Как бы, куда-то выезжать. Тем самым, так и получилось, что результаты пошли в плавание, появились финансы. Я смог уже перебраться из Сибири ближе к Москве и уже так же, как и приезжать на такие всякие мероприятия, ну, и приобрести себе все, что, так скажем, жить компьютерной жизнью. По поводу зарплаты, это довольно актуальная проблема, особенно среди киберспортсменов. В нашем СНГ регионе довольно низкие зарплаты сравнительно с другими регионами. Как думаешь, это должно как-то измениться или киберспортсмены должны искать подработки или что-то в этом духе? Ну, в принципе, как бы, то, что зарплаты пока что маленькие, это, ну, так же было и в плавании, я бы сказал. Потому что до 2009 года у нас зарплаты были очень низкие. Со временем, скажем, годом начало финансирование расти. Даже, я бы сказал, результаты вроде бы в спорте не росли, медали особо мы не завоевывали, но зарплаты все равно растут, потому что интерес как бы просыпается как к виду спорта. И то же самое, я думаю, в киберспорте, что со временем больше будет внимания привлекаться, больше будет зрителей, тем более аудитория очень большая у этого спорта. И с учетом, что киберспортсмены в то время, когда они, так скажем, просто тренируются, у них есть возможность, так скажем, заниматься стримингом. То, что, допустим, вот у меня в плавании это нет возможности, было бы очень, было тоже отлично, если бы я, допустим, плавал бы и мог в интернете транслировать свою тренировку. Тем самым, как бы, имея подписчиков и, допустим, тот же самый донат. Но вот у, так скажем, киберспортсменов есть такая возможность именно за счет этого доната, как бы, зарабатывать. Тем более, как я знаю, что многие, так скажем, стримеры, они зарабатывают даже поболее, чем профессиональные спортсмены. Сам не думал о том, чтобы начать стримить какие-то игры, может быть, даже обычные RPG, не онлайновые, например? Ну, было желание, конечно, но, опять же, я, как бы, занимаюсь не только, опять же, играми и плаванием, у меня очень много увлечений. Я много занимаюсь автотюнингом и так далее, как бы, у меня много есть идей и желаний. Просто на данный момент я, как бы, направил свои все силы, это на создание детского лагеря по плаванию. Потому что, ну, в российском спорте, как я знаю, ну, многие спортсмены, они, когда заканчивают карьеру, либо уже к концу своей карьеры, они не хотят уделять внимание маленьким детям. Даже в соцсетях, как бы, я больше всего общаюсь с маленькими детьми и, как бы, как-то стараюсь подсказать. Пока что, как бы, я стараюсь двигаться в этом направлении, но со временем, я думаю, это все можно развивать именно, что и уже через, как бы, те же стримы. Со временем, как бы, и в сторону компьютерных игр, потому что даже во время сейчас вот лагерей, как бы, моих, у меня, как бы, вот есть планы, что я даже иногда буду, так скажем, устраивать чемпионаты по контрстрайку и так далее среди детей. Потому что очень многие дети, которые ко мне приезжают, они спрашивают про игры. Мне тут наш оператор намекает то, что нужно спросить про твои татуировки. И ты на пресс-конференции уже рассказывал нам эту историю. Расскажи еще раз для наших зрителей. Ну, татуировка связана с тем, что очень многое, что я увлекался Варкрафтом, и после того, как я бросил, так скажем, это увлечение, так скажем, отошел, ну, как бы, это ушло уже более в любительском режиме, все, игры эти, то, как бы, в плавании я посчитал, что нужно, как бы, продвигать тему татуировок, потому что в Европе это очень, так скажем, ну, распространено и популярно, что была идея, как бы, сделать татуировку. Вначале, как бы, как обычно все делают, ну, все вначале думают, сделаю маленькую татуировку. Но я сразу замахнулся на большую. Если уж делать что-то, то делать такое глобальное, и что, как бы, нет ни у кого. Такую татуировку у никого не было. Я решил именно ее сделать, но тем самым, так скажем, я больше сделал акцент, то, что с персонажем, так скажем, этим, у меня есть какой-то общие черты характера. Тем самым, как бы, я и подчеркнул себя, так скажем, этой татуировкой. Или дан, да, я не ошибаюсь? Да. Так, еще я хотела спросить по поводу игровых клубов. Ты сейчас принадлежишь клубу ЦСКА. Например, в европейском и американском регионах в Лиге Легенд очень часто появляются баскетболисты, которые яро поддерживают ЛОЛ. Бывало так, что во время интервью после спортивных матчей баскетболистов спрашивали о том, за кого они болеют в ЛОЛе. Это было довольно странно, это было своего рода новшество. И после этого некоторые баскетболисты пока что, пока что только баскетболисты задумались о том, чтобы создавать свои клубы. И, например, Рикс Фокс создал свою команду. Как думаешь, в СНГ возможно такое, например, чтобы ЦСКА создало киберспортивную команду, а не просто поддерживало? В принципе, я думаю, это вполне реально. Тем более, что многие игры, они имеют какую-то в себе значимость. Вот, допустим, тот же Counter-Strike, это, в принципе, приближено те же военные действия. Это имитация военных действий. Те же самые Dota, допустим, Warcraft, там, так далее. Ну, это стратегии. То, что, опять же, это очень показывает навыки стратегические и именно команды, ну, команды как бы. И я считаю, что такие клубы, как ЦСКА, именно там, вот, Локомотив, Динамо, должны со временем перейти на это и создавать такие команды, потому что у всех этих клубов бывает каждый год соревнований. Это либо всемирные военные игры, либо всемирные полицейские игры. И это было бы довольно-таки интересно, что приезжают люди, которые, спортсмены, не которые только там занимаются другими видами спорта, но и что могли приезжать и команды, именно по которой занимаются киберспортом. Что тоже можно было бы показывать, что те же служащие, я могу представить, что, допустим, ребята будут выступать за клуб, там, Динамо, это, так скажем, за полицию, и эти же ребята могут служить в этой же структуре. Им ничего этого не мешает. Они также сидят в офисе, занимаются какими-то бумагами, но в то же время, в свободное время, они играют и выступают за клуб Динамо. Я думаю, это очень хорошая, как бы, перспектива, и я буду рад, если такое появится. Ты наверняка смотрел по стримам и трансляциям свеча, например, трансляции мировых турниров по Доте, по Варкрафту, что-то в этом духе, и представляешь себе какое-то событие. И вот как думаешь, сегодняшние мероприятия способны конкурировать с тем, что ты видел? Ну, вполне возможно. Я бы сказал, не то, что даже конкурировать с этими мероприятиями. Это мероприятие может конкурировать с любым, любым мероприятием по профессиональным видам спорта. Ни один еще пока что я ни разу не видел, чтобы, допустим, матч по хоккею, либо по футболу, либо даже плавание, тем более, как бы, я молчу, чтобы настолько был, как бы, большой ажиотаж. Все равно хоккей, там, футбол, это немножко не то. Там больше, пока идет, так скажем, больше коммерции. Я мало верю, что это, так скажем, будущее за футболом. Люди скоро, вот именно, что будут больше приходить на киберспорт смотреть, чем на какой-то футбол. Он уже, он слишком огорчает многих, тем более в России. В связи с последними новостями, как бы, болельщикам уже не особо приятно болеть за нашу сборную, тем более, там, как они себя ведут. Поэтому намного приятнее будет приходить на такие мероприятия. И я, как бы, очень, так скажем, то, что я видел по интернету, мои ожидания, наоборот, как бы, преувеличены. То, что я больше удивился, что это даже круче, чем это по стримам и по видео выглядит. Потому что в других, допустим, на мероприятиях, если я что-то представлял себе, думал, это намного круто, допустим, по профессиональным видам спорта, то приходил на эти мероприятия, и я разочаровывался. Потому что все на телевидении представляют немного красивее. А здесь, наоборот, даже передать не могут. Немножко по телевидению не так выглядит, как это реально в жизни. Некоторые упускают моменты, так скажем. Поэтому я считаю, что очень круто все на высоком уровне проводится, и мне очень нравится. Как думаешь, Рио Томатаса в следующем, в следующий раз сделает шоу еще более масштабным? Я думаю, вполне возможно, потому что если даже какие-то сейчас есть недочеты, их вполне, я думаю, учтут, и что-то поменяют, изменят. И я думаю, в следующий раз уже будет на более крупной арене это все проходить. Потому что я думаю, уже в следующий раз, скорее всего, даже футбольного стадиона будет мало. Мне кажется, так будет. И скажи напоследок что-нибудь нашим зрителям, какие-нибудь пожелания. Ну, самое главное пожелание – стараться и верить в свои успехи, но и в то же время не забывать ходить зал. Спасибо большое за интервью. Наверное, что это будет борьба. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok